Продолжение следует... 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 Нужно вводить прогрессивную шкалу подоходного налога. Очевидно, очевидно. Коллеги, я кому, я что, школьникам начальных классов это объясняю? Это государственная дума или что? Это комитет по бюджету и налогам пишет. И правительство тоже. Ребят, ну я вообще не понимаю, что тут происходит вообще. Ну это же стыд и позор. Коллеги, надо принимать закон, принимать. А если вы его не принимаете, вы аргументированно спорьте. Давайте аргументы, расчеты. Председатель комитета говорит, вас не было на комитете, поэтому вы не знакомы с расчетами. Я вам зачем на комитете, чтобы вам зачитать эту табличку? А вы читать не умеете сами. Коллеги, я же задал вопрос. Ну хорошо, вы не прочитали, у вас свои расчеты есть, дайте свои расчеты. Где они? Ни одного расчета, ни одной цифры. Нельзя принимать. Одна только мантра. Выпадение доходов из бюджета, коллеги. Но я же посчитал, что выпадения доходов из бюджета нет. Наоборот, бюджет получит дополнительные доходы за счет того, что у нас будет рост экономики. При снижении НДС с 20 до 15 процентов мы получим темпы роста минимум 5 процентов в год. Если вы это оспариваете, пожалуйста, приведите свои аргументы, свои расчеты. Где они? Не у правительства, ни у вас их нет. Нет. Мало того, если вам этого не хватает, в 55 пунктах повестки дня стоит возврат НДС экспортеров сырья, где мы предлагаем не возвращать сырьевика 2 триллиона рублей НДС в год. Вот вам еще одна, пожалуйста, норма. И потом хочу сказать, даже выпадение в первый год всех налогов, за счет того, что НДС мы не дособираем триллион, но к возврату у нас 670 миллиардов по другим налогам, выпадение 330 миллиардов рублей в год. Это в два раза меньше, чем вы в прошлом месяце льгот раздали олигархам и нефтяникам, и сырьевикам. В два раза меньше. Понимаете, нет? Спасибо большое.